Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Савик, как всегда, пятница, и как всегда по пятницам, Савик Шустер с нами, с вами, чему вы, конечно же, рады, судя по тому, как вы хорошо нас смотрите, и спасибо вам за это, Савик, здравствуйте. Да, спасибо, конечно, я присоединяюсь к Лесе, добрый вечер всем, и надеюсь, это будет хорошая неделя, дай бог лучше других, и добрый вечер, Лесе. Савик, я не могу не отметить вашу необычную рубашку, или вот что это такое, что-то у вас такое интересное сегодня? Вы знаете, у меня есть такое свойство, что я покупаю вещи, потом долго их держу, чтобы они не испортились, и потом вдруг начинаю эти вещи надевать, ну, это так, ну, вот такой у меня характер. И это новая рубашка, я ее приобрел в столице штата Кэролла в Индии, Тривандрум, а я зашел в такой, ну, мне показалось, такой модный магазин, ну, знаете, такой европейский такой, очень такой, такой изысканный якобы, и вот я увидел эту рубашку, и она похожа на вышиванку, она индийская, конечно, может, они, ну, не знаю, брали ли они образец с украинской вышиванки или нет, но, в общем, она мне так понравилась, и понравилась, я ее померил, ну, этот держатель магазина, он так сказал, что она великолепна, и вот и все. Ну, и, соответственно, тот, кто ее носит, тоже великолепный, и я думаю... Ну, у этого человека было понимание, что такое мужчина, безусловно. Да-да-да, и вот сегодня, я думаю, что эта ваша вышиванка, она нам тоже еще прибавит смотрибельности и рейтинга. Друзья, подписывайтесь, подписывайтесь не только из-за вышиванки, индийской вышиванки Савика, а и, конечно же, из-за того, что мы сегодня и как будем обсуждать, потому что мы будем говорить о самом интересном и о самом важном. Савик, я хочу сразу начать вот с, наверное, с необычной, да, для нас темы, тем не менее. Вот сейчас, как раз в эти дни происходит ежегодное присуждение определения Нобелевских лауреатов. И вот к нам пришла новость о том, что Нобелевскую премию мира, ну а Нобелевская премия мира, это среди других премий, которые, конечно же, важны, каждая в своей отрасли, но все-таки Нобелевская премия мира, она всегда стоит особняком, и вот как бы такая главный камень в короне, да. Нобелевская премия мира получила японская организация Нихон Хайдан Кио, но я боюсь, друзья, может, я неправильно это произношу, извините, я прошу прощения. На сайте комитета говорится, что организация была награждена за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия, за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться. В 1956 году Ассоциация Хибакуся, жертвы ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаке, вместе с жертвами испытаний ядерного оружия в Тихом океане, создали Японскую конфедерацию организаций, пострадавших от ядерных и водорубных бомб. Это название было сокращено на японском языке до, собственно говоря, названия этой организации, которую я до этого прочитала. Она стала крупнейшей и самой влиятельной организацией Хибакуся в Японии. Савик, а вот я вас так спрошу. Вот если бы вы присуждали Нобелевскую премию мира, причем не организации, человеку, персоне, кому бы вы ее отдали сегодня? Человеку, человеку, одному человеку. Я, честно говоря, не вижу претендентов на Нобелевскую премию мира. Я реально не... Вот в этом году индивидуально я не вижу. Я не вижу человека, который реально заслуживает вот такого признания. Не вижу. Эта организация, мне кажется, она заслуживает внимания, она заслуживает всяких похвал, имея в виду, что Япония пострадала от атомной, от ядерной бомбы, и то, что была катастрофа на ядерной электростанции, и в общем, ну, движение против ядерного оружия, особенно его распространение, я думаю, что сегодня это очень актуально. Это очень актуально, потому что, я думаю, что вот может от этого и отталкивались те, которые присуждают премию мира, что именно сейчас основной страх, можно сказать, человечества, это ядерная война. А вот вы посмотрите, это же так символично, я же неспроста задала этот вопрос. Вот премия мира и какая персона в мире сегодня её заслуживает? То есть мир находится в таком состоянии, в таком состоянии войны и предвкушения войны большой, войны, что и при этом мы не видим, да, ни одного человека, взрослого, большого человека, на которого бы мы все могли надеяться, смотреть и сказать, вот он, роль личности в истории, вот он, он повернул всё вспять, он спас, по сути, планету, спас от Третьей мировой, от ядерной войны и, собственно говоря, предотвратил гибель людей по всему миру, потому что мы же видим, какое количество войн сегодня или уже идёт, или вот-вот может разразиться. Вообще, Савик, и при этом, вот получается, что вызовы, масштаб этих вызовов не равен и не равнозначен масштабу, да, людей, которые способны на них реагировать? Или это, или это мне так кажется, я упрощаю, и всё-таки, и всё-таки... Нет, я думаю, нет, я думаю, что вы не упрощаете, я думаю, что, ну, по крайней мере, в нашей истории с вами общей, ну, скажем, Академик Сахаров или тот же Михаил Горбачёв, да, они сделали многое для того, чтобы была прекращена холодная война, чтобы Россия, то есть Россия, Советский Союз перестал быть тоталитарным государством, чтобы были выведены войска из Афганистана. Ну, в общем, они сделали многое. Я понимаю, что 75%, скажем, россиян, и, наверное, там какой-то процент украинцев со мной совершенно не согласны, особенно те, которые голосовали за Компартию Украины в своё время. Но я вот считаю, что есть, иногда появляются и личности, как вот Махат Маганти, да, которые, ну, вот, что-то делают такое значимое для всего человечества. Ну, сегодня таких людей пока мы не видим, пока вот нету тех, которые, вот, ну, реально имеют даже возможность, даже имеют возможность вот сделать огромный вклад в дело мира. Видите, это так, ну, это, конечно, прискорбно. Савик, значит, пока будем говорить о войне. Я хочу с вами, да, я хочу с вами вот что обсудить. Вот по поводу российской армии и того, что там происходит. Российские оккупанты начали использовать для штурма в «Жигули». Судя по видео батальона Силы Свободы бригады нацгвардии «Рубеж», россияне накинули на легковушки мангал, запихнули туда своих солдат и поехали атаковать украинские позиции. До этого мы знаем уже как массовое явление, что российские оккупанты перешли для использования в своих штурмах, перешли на мотоциклы, на мопеды и даже есть случаи, когда они на велосипедах, вот на чем что было, на том и атакуют, и штурмуют. Савик, о чем это говорит? Ну, я думаю, это говорит о том, что им людей не жалко, да, это самое первое, потому что если уже Путин подписал документ, который позволяет человеку, совершившему преступление, уйти на войну без следствия, без суда, то есть он становится, совершив даже тяжкое преступление, он становится как бы свободным человеком, но он уезжает на войну, он может стать героем России, безусловно, изнасиловав там какую-нибудь 11-летнюю девочку, да, но он также может и оказаться двухсотым, а этих двухсотых совершенно не жалко, просто вообще не жалко, их можно засовывать в жигули, сажать на велосипеды, делать с ними что угодно, что угодно, да, то есть все равно это масса людская, которая идет, идет, и ее надо уничтожать, но это все равно усилие. По поводу уничтожения, да, я вам как раз вот хочу статистику допросить к тому, что вы говорите, ОБСЕ опубликовало данные. Россия теряет на фронте одного военного на 2,5 квадратных метра. Значит, во время заседания форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, зам постоянного представителя Украины при международных организациях Вени Наталья Костенко рассказала, что благодаря тактике пушечного мяса российским войскам удается достигать незначительного продвижения в Украине, однако каждые захваченные 2,5 метра стоят оккупантам жизни одного солдата. Российская военная руководка... Это сколько в день примерно, так как они немного метров занимают. Ну, в Курске сейчас они заняли больше. Углидар они взяли. Ну, к Торецку они приближаются. Значит, ну, сколько они теряют в день? Вы понимаете, чтобы Россия почувствовала боль, ну, России надо терять, я думаю, больше пяти тысяч человек в день. Да, в день, именно в день. А вы не наблюдаете там признаков никаких, вот с точки зрения, вы говорите, вот мясо, 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 и в принципе не жалко, и пересаживают и на мотоциклы, и, понятно, тактику заградотрядов они широко используют, когда в спину стреляют свои же, своим россияне. Вы не наблюдаете никакой напряженности? То есть, пока что они так покорно идут на этот убой, им это нормально? Ну, судя по всему, да, потому что другой информации у нас совершенно нет. Понимаете, мы не ждем никакой информации с российской стороны, и с украинской стороны мы не тоже их... И мы получаем только то, что они оставляют убитых и даже тяжело раненых на поле боя. Это да, это мы понимаем. Потому что потом они их объявляют без вести пропавшими, и не надо платить деньги семьям. Да, это как бы, да, это можно понять. Ну, понять цинично, с их стороны. Но пока я не вижу там никаких таких особых таких, ну, движений против власти. Да, я пока вот этого не наблюдаю. Не наблюдаю. Я думаю, что скорее, если что-то произойдет, вот это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это если вот вернувшиеся преступники, они начнут продолжать совершать преступления, то есть вот и на этой неделе там один убил женщину, которая отказалась за него выходить замуж. Ну, в общем, это являне... Он до этого жену свою убил, пошел на фронт, вышел, как герой пришел, и убил уже теперь невесту, да. Да, да. Вот, ну, вот, понимаете, если эти явления, они будут расширяться, они будут расширяться, они не могут не расширяться, вот, то тогда, конечно, наступит тот уровень страха, где уже население начнет не терпеть вот такого бытового насилия. Это пока еще не начались грабежи, это пока еще не начались, в общем-то, такие немножко более серьезные действия, да. Но я думаю, что вот это может всколыхнуть Россию. Больше я как-то... Ну, грабежи домов, грабежи ювелирных магазинов, богатых бутиков, то есть в Москве, в Питере, в других городах, то есть, ну, там, поиск так называемой социальной справедливости, да, ну, по-всякому. Кстати, а против кого они пойдут, да, Савик, это интересно, а против кого они пойдут? То есть они же пойдут, по сути, против Путина, против окружения Путина, против олигархов, против тех, кто живет там на Рублевке, правильно? Правильно, обитатели Кремля. Там же больше всего... Ну, вы понимаете, я так... Ну, вот видите ли, то есть, ну, вот в России в начале века 20-го, да, когда появились бомбисты, да, то есть, вот, вооруженное крыло, да, то они, конечно, выбирали цели политические, это были министры, ну, в конце концов, Столыпин, который был убит в Киеве, да, но сейчас это такое абсолютно хаотичное, бандитское, в общем-то, движение, которое может быть. Они будут собираться в группы, они, знаете, групповое насилие, это вещь такая достаточно распространенная, распространенное, да, в России всегда было, и в Советском Союзе, особенно в России, поэтому я не ожидаю ничего такого политического пока, никакого контекста политического, а просто вот уголовного, да, но это ведь тоже расшатывает, расшатывает народ, это я не говорю про общество, потому что общества нет, общество, которое зарождалось, они абсолютно его уничтожили, там есть народонаселение, но народонаселение же тоже не это, да, вот тоже есть же какой-то предел терпения, вот, потому что все равно, все равно всегда бывает то, что называется collateral damage, да, то есть вот побочные жертвы, то есть, ну, вот там начинается стрельба и погибают совершенно посторонние, посторонние, ничего к этому, вообще не причастны к этому люди, ну, и, конечно, то есть, ну, растет, 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 вот этот и страх, и, с другой стороны, конечно, гнев, поэтому, ну, я думаю, что это Россию ждет, это, безусловно, Россию ждет, да, это, то есть, в будущем, нам от этого лучше не станет, но для них хуже точно.